И снова здравствуйте! Приветствуем вас на нашем канале! Сегодня мы расскажем о том, как упростить перевозка животного в Европу. Если вы запланировали переезд в другую страну всей семьей, и у вас есть любимое домашнее животное, которое не хотите оставлять на родине, есть возможность взять питомца с собой. При переезде в другую страну вопрос перевозки домашнего любимца обязательно затронет его хозяев. Это дело не самое простое, но и особых сложностей оно не доставит, если знать правила перевозки. Очень важно заняться организацией этого вопроса заранее, а не в последний момент. Сегодня в этом видео мы поможем разобраться с нюансами этого процесса и подскажем, как перевезти вашего любимца на ПМЖ в Евросоюз. Чтобы благополучно ввести животных, собаку, кошку или, к примеру, хорька, в любую из стран Европейского Союза следует придерживаться правил, которые восстановила Европейская комиссия. Необходимо помнить, что на территории Евросоюза можно возить не более пяти животных одновременно. Итак, план ваших действий. Во-первых, получить ветеринарный паспорт международного образца. В нем должна быть фотография животного. В паспорт нужно будет вносить информацию о прививках и анализах. Для этого обратитесь к ветврачу, у которого наблюдается питомец. Во-вторых, это чипировать животное. Этикетку с номером чипа необходимо вклеить в паспорт. Чип европейского образца важно установить до прививки от бешенства. Где это можно сделать? В любой ветеринарной клинике. В-третьих, за несколько месяцев до поездки необходимо сделать прививку от бешенства. Важно знать, что вакцину от бешенства вводят животным от трех месяцев и старше. Если вашему питомцу меньше трех месяцев, уточните, разрешен ли въезд без вакцинации. В-четвертых, за месяц до отъезда сдать анализы крови на наличие антител к вирусу бешенства. Забор крови для этого анализа делается через месяц после вакцинации. В-пятых, после всех этих процедур, вам надо получить международный ветеринарный сертификат. Или другими словами, сертификат импорта. Это сборная информация о проделанных мероприятиях. Заполняется она на иностранном языке той страны, куда вы переезжаете. Шестое, это написать заявление о вашем добровольном желании перевозить питомца. Представители авиакомпании рекомендуют сообщать о решении в перевозке животного заранее. Седьмое, за 5 дней до поездки вам необходимо получить ветеринарное свидетельство. Оно выдается на основании осмотра животного. Это гарантия того, что ваш питомец полностью здоров и готов к переезду в другую страну. Где его получить? Обратитесь в государственную больницу ветеринарной медицины вашего города. Выполнив все эти пункты, вы можете спокойно переезжать в любую страну Евросоюза. Но если на границе кажется, что ваше животное не имеет необходимых документов, то прививки может сделать дежурный ветеринар прямо в пункте пропуска таможенного контроля. Но пока это делается, животные остаются под контролем в специально отведенных для этого помещениях. Чтобы этого не произошло, лучше правильно подготовиться к путешествию самостоятельно и заблаговременно. Животных перевозят в специальных контейнерах. Они должны быть достаточно большими, чтобы животное имело возможность стоять, сидеть и двигаться во время переезда. В контейнер должно поступать достаточное количество воздуха. Не рекомендуется перед полетом кормить и поить питомца. В самолете животных перевозят как в салоне самолета, так и в багажном отделении. В салоне разрешается находиться животным, вес которых вместе с переноской не превышает 8 килограмм. Контейнер вы будете держать на руках или под сидением переднего кресла. Учтите, что вы не сможете вынимать или выпускать питомца из контейнера во время полета. Если вес животного с контейнером более 8 килограмм, придется перевозить его в качестве груза. Важно также помнить, что поездка это стресс для любого животного. Необходимо заранее подготовить его к новым обстоятельствам. Мы рекомендуем постепенно приучать клетки вашего любимца. Используя ее дома в качестве укрытия. В дорогу взять с собой любимую игрушку. А особо чувствительным животным ветеринарный врач прописывает успокоительные препараты. Возьмите в дорогу также необходимые вашему питомцу медикаменты на случай неприятных ситуаций в дороге и первое время в новой стране. Медикаменты в Европе в основном отпускаются по рецепту врача. После переезда животное нужно зарегистрировать по месту пребывания. Для этого обратитесь в муниципалитет по месту вашего жительства. После регистрации вам выдадут бирку с номером, чтобы повесить на ошейник. Регистрировать кошку, живущую в доме и не участвующую в выставках, не обязательно. Но советуем получить ветеринарный паспорт европейского образца, чтобы без проблем делать прививки и получать ветеринарное обслуживание. Вам следует знать, что в странах Евросоюза действует налог на животных. Его размер зависит от страны и от вашего питомца. Но касается это только собак. Кошки могут жить в Европе бесплатно. Ну что, теперь вы знаете правила перевозки домашних животных. Это поможет вам максимально комфортно и без препятствий осуществить переезд. И не забудьте о хорошем настроении, которое обязательно передастся вашему домашнему любимцу. Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно. А также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.